Есть такая поговорка, что яйца в одну корзину не надо складывать. Китай вообще рассчитывается только криптовалютой или чемоданами большими они привозят и ставят просто на стол. Я только пришла работать, я за неделю сделала три продажи. Самую дорогую квартиру какая у тебя сделка была? 8 миллионов. Долларов, да? Реально за 9-10 миллионов рублей можно купить. В Дубае более-менее не вижим. Студия. Это будет 38-40 квадратных метров. Если ты знаешь, как организовать работу, то сложно не будет. Всем добрый день. Мы находимся в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Хотел показать наш офис. Он находится в самом центре. Вот там у нас метро находится. Метро, да? И вот здесь вот видите музей следующего. Буш-Халифа виднеется. И представляете, прям тут наш центр находится офисный. И сейчас предлагаю посмотреть, поговорить с нашими риэлторами, с руководителем. И оценить шансы, что у нас здесь все будет очень хорошо. Я уверен, что они высокие. Пойдемте. Мы сейчас находимся в офисе компании «Этажи» в Дубае. Это очень важно. Работаем буквально первый день. Здесь вот офис еще мы на переговорах были, по-моему, два дня назад. И сейчас все нормально. Данис Луриевич, я тут учритель и партнерство у нас здесь. Ну, быстро стартовал. Очень сильная команда. В короткие сроки сформирована. Я пообщался, ну, прям зачет. Данис, давай пару слов буквально. Как вообще? Пару слов. Приехал меньше трех недель назад сюда. Как только получили лицензию. Все, уже закрываем сделки. Уже есть команда. И считаю, что в целом идем сейчас достаточно хорошо. Уже честно скажу, лучшие ожидания идете. Видно, что… Спасибо. Также мы для себя одну из частей стратегии взяли. Это сразу работать не как российская компания в Дубае, а как российская компания, которая вышла на международный рынок. То есть сразу полностью на весь мир. В том числе у нас в понедельник выходит первый англоговорящий сотрудник из Филиппин. И мы тем самым этот старт даем как раз интернациональной истории. Ну отлично. Так, пойдем в офис хоть посмотрим чуть-чуть хотя бы. Так, вкратце. Так, ну это вот часть и там еще я так понимаю. Ну у нас небольшая реконструкция будет. То есть мы сейчас… Это стартовая история. Да, небольшая реконструкция будет. Мы немножко изменим планировки. Вот. Ну сейчас вот так, да. Так, коллеги, это у нас… У меня дочь с четырьмя подружками со мной приехали. У них школьные каникулы. Вот так что это не клиенты. Вот посмотрите, что-то скажут, что это потом. Со мной просто ходят, все изучают, полезно. Так, давайте посмотрим. Тут, кстати, главная достопримечательность офиса – это метро рядом. В Дубае это очень важно. Давайте посмотрим. Так, вот тут метро. И тут музей будущего, но мы на входе видели. Он прям… Да, он прям рядом. Просто здание загоражено. Да, очень красиво. Я, кстати, когда там был в музее будущего, я там внутри вообще не подумаю, что там столько места. Вот когда его смотришь, наверное… Ну, маленький, кажется. Да, да, да. А внутри там огромный, удивительный. Так, ну давайте пообщаемся с брокерами уже. Давайте. У нас Алена вот. Так, Алена. Достаточно успешный брокер. Так, как вообще у нас? Все ли нормально? Да, все хорошо. Есть очень много клиентов. Много работы. Не успеваем высыпаться. Ну, слушай, мне до такой степени не надо. Это сильно много. Я знаю, что у тебя уже сделки успешно проходят. Хотя ты этим бизнесом буквально только с мая занимаешься, да? Да, я в прошлом адвокат по специальности. И пришла в Real Estate в Дубае, потому что здесь рынок сейчас развивается очень сильно, стремительными темпами. И я приехала сюда и решила остаться. Все, у тебя такое полуспонтанное решение, да? Да, грех не использовать такую ситуацию и воспользоваться ей. Я решила остаться, тем более, что Дубай мне очень нравится. Когда я туристом приезжала сюда до этого, каждый год он мне настолько не нравился, как когда я здесь пробыла больше двух недель и пожила как обычный житель. Мне он очень зашел, его темп, его развитие. Слушай, а вот говорят, тут летом с мая по сентябрь прям жарко-жарко. Да, я как раз приехала 15 мая и застала всю эту жару, и не так все страшно. Да? Да, как оказалось, мне это очень нравится. Я думаю, что все, кто с Аленой будет работать, посмотрят, насколько она профессионал. То есть четко, все быстро, интересы клиентов, знания о рынке. Я потому что когда с ней общался, мне показалось, что лет 5 тут работать, если честно. Оказывается, уже все вообще, все в курсе. Да, да. Ну, мне просто самой очень интересно. Мне интересно изучать проекты, ездить, смотреть, как это все выглядит. Слушай, а себе тоже купила уже квартиру здесь? Я планирую. Вот мы с Данисом общались на тему, куда тратить заработанные деньги. И я сказала, что я свои деньги буду тратить в инвестиции тоже. Все правильно, молодец. Да. Так, пойдем мне тогда покажешь, кто еще тут. Дальше куда? Привет. Да, здравствуйте. Так, ты у нас, я-то знаю, давно уже на рынке, да? На рынке давно, да, 8 лет уже. 8 лет, как у тебя успехи вообще? Отлично. А, слушай, а откуда, ну, приехала вообще? Я приехала из Украины. Да. 6 лет я работала там в Real Estate, в большой компании тоже. Затем 2 года в Дубае, тоже в очень грубной компании мировой. И вот недавно присоединилась к топам, к лучшим. А, ну все, то есть у тебя здесь, в Дубае, сколько опыт получается? 2 года. 2 года, слушай, ну это прилично уже. Так, какие самые необычные случаи были в бизнесе? Необычные. Ну, вообще вот со сделками, может быть, не знаю. Даже, ну, бывает, что люди там язык-да не понимают или еще что-то, то есть с этим сталкиваются. Слушай, знаешь, у всех самый популярный вопрос с расчетами. Расчеты, да. Да, как сейчас вот, говорят, в криптовалюте тут все происходит? В криптовалюте очень много переводов, да. Китай вообще рассчитывается только криптовалютой. Только криптовалютой, да? Или чемоданами большими они переводят и ставят просто на стол. Это тоже. Луис Витон, логично предположить. Здесь очень страна открыта к любому виду расчетов. А вот клиентов тяжело находить, нет? Нет. Нет? Сами находят? Сами находятся, потому что Дубай – это очень перспективное направление для вложения, для инвестиций. В основном инвестера здесь. Слушай, самую дорогую квартиру какая у тебя сделка была? 8 миллионов. Долларов, да? Да. Слушай, ну это много. Это самое, да. То есть это прям прилично. Это прям полмиллиарда рублей, по сути, да, так примерно? Слушай, ну это, извините. Хороший чек. Очень хороший. Так, понятно. А сколько ты там получила, получается? Процент. Ну нет, вообще твой доход составил в долларах-то с одной сделки. Это 1%, это сколько? 800 тысяч? Ну то есть 80 тысяч долларов, да? 80 тысяч. Да, ты насчитала. Хорошо, Сидина. Нет, ну нет, 800 тоже неплохо. Хорошо, насчитала, думаю, так что там много. 80 тысяч, да. Да, тут по сути 5 миллионов сразу же, да, раз и все. Понятно тут это. Слушай, ну конечно, так реал-эстейд будет нравиться в этом деле. Так, слушай, скажи, пожалуйста, как передвигаешься вообще? Тут же говорят, жарко? Да, жарко, на машинах все ездят в основном, да. И на метро тоже очень удобно. Слушай, на метро, тем более тут вот метро рядом, я думаю, это прям преимущество. Одна минута, да. Да, да, слушай, это преимущество. Вот таких больших мегаполисов. Это очень важно. Слушай, огонь. Хорошо, а вот сейчас вот мы тут этажи начинаем развивать, да, почему решила присоединиться? Потому что вы лидеры на мировом рынке. Ну на мировом-то мы еще не лидеры, мы восьмое место всего лишь. Восьмое место, это очень хорошо. Не, ну согласен, согласен, тут не поспоришь. Да, и здесь. Ну в Дубае, мне кажется, сложно будет. Или нет? Нет. Нет? Если ты знаешь, как организовать работу, то сложно не будет. Да? Слушай, ну. Дубай очень хорошо продается. Все, молодец. Так, ну ладно, надеюсь, что мы на дне рождения компании увидимся в следующем году. Конечно. Потому что вам теперь же предстоит в Тюмень раз в год ездить. У нас, кстати, прямой рейс открыли. Дубай-Тюмень. Всего пять часов летит. Поедем отдохнем от жары. Летом у нас идеальная погода вообще, климат у нас там, зелень тут. Тут все искусственное. У меня там родственники есть. А у тебя кто там уже? Тетя. Тетя? Прям в Тюмени, да? Да. Слушай, так это вообще круто. Да. Твойной павел. Все, надо с тетей повидаться. Так, хорошо. Спасибо. Спасибо огромное. Удачи в работе. Давай будем с твоими успехами. Спасибо огромное. Все, молодец. Так, дальше. Ну и пойдемте посмотрим переговорку еще. Как у нас здесь. Так, Ален, тогда спасибо. Так, здесь вот такая кухонька, да, я так понимаю? Что тут у них? Соус какой-то. Так, ну ладно. Так, это у нас. Так, Амин, можно по... Да. Вы общаетесь? Давайте я буквально на пару слов. Амин, ты у нас один из самых опытных, правильно я понимаю? Ну, можно как-то так сказать. Сколько в Дубае уже бизнеса? Уже в 18... 19-й год пошел. 19-й год, да. Сентября в 19-й пошел. Ну, все знаешь, да, я так понимаю? Присутствовал, вот когда все это... Ну, когда да. Мы, кстати, в Баку тоже открываемся. Вот, так что это... Ты как тут даже у нас, правильно? Да, в Баку. Вот, кстати, очень красивый город вообще. Я просто удивился. Благодарю. Слушай, у меня, знаешь, тебе такой вопрос. Многие вот хотят купить, но думают, а вообще стоит, не стоит, что-то... Цены постоянно растут, могут упасть. Я вот сам так думаю, если честно. Не, ну, обычно, да, понятное дело, то есть люди могут думать типа по перегретости рынка, но по факту, допустим, самый главный нюанс в Эмиратах это то, что стабильнее курс. Да, то есть самый главный этот нюанс это стабильный курс. Ну, насколько он стабильный? Ну, он как минимум больше 35 лет, то есть он стабильный. То есть у него... Но я добавлю стабильный к доллару. Да, стабильный к доллару. К рублю он нестабильный. Ну, к рублю, да. Я шучу. Да, а к доллару, допустим, он стабильный. И во-вторых, как бы Дубай по безопасности, то есть он один из самых безопасных городов в мире, и поэтому люди... И самое главное, тепло. Это я согласен. Это теплота, это, ну, зимой тут, допустим, 24 градуса. И поэтому, как бы, люди в основном все инвестируют как бы в Эмираты и понимают, что их не доллар, вот как был, он так и остался. Он не изменится, не упадет, не поднимется. Но вот стандартно, как бы... Что с ценами? Многие его спрашивают. Давай вот так вот. Мы сейчас находимся в районе, там, примерно центра, да, там плюс-минус. Вот Буш-Халифа, вот этот район центральный. Тут квадрат сколько примерно? Если вот квадратов 60 покупать, допустим, это one bedroom, да? У квадратов 60 метров, да, это one bedroom. Ну, вот проекты, допустим, средние проекты, если взять, студия, допустим, стоит. Ну, опять же, зависит от вида, куда вид. Если, допустим, просто студия... Давай возьмем подешевле. Ну, так, самое дешевое, это новостройка, которая вот только сдана, да, миллион пятьсот. Это четыреста десять тысяч долларов где-то с видом на... с угловым видом на Бурдж-Халифу. Если, допустим, one bedroom... В рублях это, грубо, там, 25. Рубли, да, может быть. А за сколько эту сдавать можно будет в аренду потом? У нее RY где-то будет 7-8%. Ну, то есть 7-8%. Да, точно будет. Все, то есть... Да, то есть семерка это гарантированно. Все. После выхода сервиса и всего такого, да. Все, то есть 2 миллиона рублей в год я буду получать, правильно? В рублях, да. Ну, я в рублях сразу. В рублях, да. Да, да, да. Чтобы быстро. Я в дирхамах. Ты в дирхамах. Ну, у тебя за 18 лет-то привык. Вот. Хорошо. А вот где вот многие спрашивают, а если вот есть 10 миллионов, 8 миллионов, можно что-то вообще купить, нет? Можно эксклюзивное что-то взять. Ну, допустим, бренд, допустим, такой, как, допустим, Кавали Тауэр, да? Какой-то бренд взять. Или же, допустим, на 10 миллионов можно, ну, как сказать? Я неправильно сказал, если рублей. А, рублей. Ты отвечаешь на счет доллара, я понял, да. У большинства, наверное, такой вопрос. Да, рубля это... Ты сразу же так, а, рубля. Какой-то цель. А рубля это сколько? 10 миллионов, это приблизительно миллион с половиной долларов. Нет, нет, нет. Это где-то 160 тысяч долларов. 160 тысяч долларов. Да. На 160 тысяч долларов, допустим, можно идеально подобрать квартиру, ну, то есть, это Арджан, это GVC, это Джумейра увеличь триангл, да, то есть, вот... Ну, это чуть дальше от моря, правильно? Сколько километров? Это где-то километров, возьмем так, где-то около 14-13 километров, там, то есть... Ну, это минут 15-10 ехать. Максимум. Согласен. Да. У нас пробки надо стоять столько можно. Да, то есть, вот именно самая близкая локация. Слушай, то есть, реально за 9-10 миллионов рублей можно купить в Дубае более-менее... Студию только. Студию. Сколько это квадратов будет? Это будет 38-40 квадратных метров, все, то есть, там будет 250 тысяч за квадрат. То есть, 15 минут от моря. Ну, 250, даже 230, я знаю, за квадрат можно, там, 15 минут от моря. Слушайте, ну, это круто. Это да, то есть, и причем там, ну, как сказать, переходящие вот эти улицы, допустим, с одной трассы на другую, но там максимум это займет 10 минут. А я, слушай, тут уже походил, я поразился, тут вот все не так, это, ехать реально 20, но единственный нюанс. Утренние, вечерние часы, когда пробки, это долго. Это самое такое горячее время, это с 5 до 7 вечера. Слушай, да, это долго, это можно 40 минут стоять. Да, там, там уже весь Дубай замирает. Это не то, что там какая-то улица. Да, это правда, я вот, чтобы все, кто покупали, обратили внимание, что это серьезный вопрос, надо вот смотреть в этом плане. Да, утром это с 7, допустим, с 7 до 9 утра направление из, допустим, Шарджи в сторону Дубая, в основном все направление забито этим. Уже с 5 до 7, это по всему Эмиратуру. Слушай, а вот такой вопрос, многие люди говорят, а деньги сразу на тот же застройщики на 3-4 года за расстройку беспроцентную дают, правильно? Да, есть такие, которые на 8 лет дают. Да, но я вот знаю, даже те, которые 10 миллионов, там можно, по-моему, 3 миллиона внести. Так, 10 миллионов, это также на 160 тысяч долларов, да? Да, 160 тысяч долларов, да. Вот если 160 тысяч долларов, допустим, можно приобрести квартиру, 10% заплатить за первоначальный взнос за квартиру, 4% это в земельный департамент Эмиратов, вот. И после этого, допустим, они план рассрочки ставят или квартально оплачиваете, да, или каждый месяц по одному проценту. То есть и вот так до окончания стройки и после стройки, допустим, есть такие застройщики, которые говорят, что после стройки, допустим, у вас 2 года, есть такие, говорят, которые 3 года, есть 4 года. Ну, зависит от каждого проекта. Ну, вот это, ну, мы пока к этому не пришли, но с другой стороны, для нерезидентов не сильно ипотека развита, правильно я понимаю? Или я не прав? Ипотека тоже развита. Для нерезидентов, то есть? Для нерезидентов тоже развита. А какой процент? А как ее? В обычности, да, то есть это как, это 60%, допустим, клиент оплачивающий 60%, остальные 40%, допустим, им выдают на 3 года, на 4 года, допустим, 3%. Ставка, да? Ставка, да, то есть 3%. А банки выдают нерезидентов? Да. А с россиянам тоже? Любым, любым мы, да. А как получить это разрешение? Это вот есть специальные брокеры, которые именно... То есть мы этим тоже будем... Да, то есть мы уже как бы на следующий день будем с этим тоже договариваться. Все, ладно. Ну, слушайте, давай, я думаю, кому интересно, там, контакты оставлю, наберу, да, там... Всегда, как говорится, готовы ответить на любой вопрос. Консультация бесплатная, как говорится. Слушайте, ну, я надеюсь. Ну, да. Так, ну, ладно, пойдем сюда, пойдем дальше. Да. Так, сейчас пойдем, что-то там общается, пойдем посмотрим, о чем. Так, о чем говорите? О своем, о женском? Сейчас научите? Девчонок. Да, мы уже, конечно, бизнес-план придумали. А, бизнес-план уже придумали, все. Ну, мы уже не зряем. А? А я думаю, вы тут обсуждаете. Так, ну, ладно, это так мы просто посмотрели, пошутили. Конечно, все записали, конечно, все вы думаете. Это же самое интересное. Так, ну что, а еще давайте спросим про китайский рынок. Давайте, да. Так, мы сейчас еще давайте Софию спросим. У нас китайским рынком у нас работает. Сфе, привет. Здравствуйте. Так, я знаю, что ты у нас активно с китайским рынком работаешь. Да, спасибо. Вот, и, наверное, с узбекским тоже, потому что из Узбекистана. Да. Вот, там хорошее взаимодействие. Как вообще с китайцами? Тяжело работать? Очень тяжело, но очень. У них культура, азиатская культура, самая тяжелая культура изучать. Их психология тоже, философия очень, как бы, отличается. Я говорю, по-китайски хорошо разговаривать, но чем дальше, тем лучше. Нет, уровень хороший, все нормально, перевожу их просто. Слушай, как китайцы вообще? Они такие, кто-то говорят, что они такие добрые, кто-то говорит, что они жадные, кто-то говорит, что они там вот деньги любят. Как вообще, где правда? Во-первых, они реально жадные, все жадные. Да? Ну, слушайте, они по-хорошему жадные или прям жадные-жадные? Можно же быть просто прижимистым? Это две разные вещи. Нет, они по-хорошему жадные. Но у них очень много денег, да, можно с ними работать. Они любят инвестировать в недвижимость во всех странах, не только в Дубае, в Америке или даже, смотрим, в Турции, в Европе. Там очень много китайцев, которые инвестируют в недвижимость. Да, поэтому я думаю, в Дубае в будущем также китайские инвесторы остаются топ-номерами, то есть инвесторами на рынке Дубае. Слушай, а какие у тебя фишки есть, София, вот в работе с китайцами? Расскажи, как ты? Фишка, я иностранка, общаюсь на китайском. Ну, это главная фишка, слушай, тут я думаю, все, кто, я сам могу подтвердить, когда ты в чужой стране, это ладно, я там полиглот, да, а обычно, когда вот раньше не был полиглотом, думаю, вот хоть бы по-русски говорили, то есть на все согласен. Самая фишка, я, у меня есть соцсеть, тикток на китайском языке, все китайцы любят посмотреть. Сколько подписчиков у тебя, сколько просмотров рекордно. У меня, у меня я могу съездить. Давай, покажи, покажи, давай, покажи. Это все на китайском, но иностранцы, они не могут видеть, потому что есть тикток китайский, китайского варианта, вот у меня. А, ты у нас вот, да? Да. Ну, слушай, неплохо у тебя. Ну, смотрите, ляуан си не дон чекашим языком. Вы знаете, это сколько фолловер? Вот, это фолловер больше, чем 200 тысяч. Во, во мяомбай. Жега фэчангда. Да, фэчангда. Хэндуо, хэндуо. То есть китайцам нравится, которые иностранцы учат китайский. Шанг ци, хэндуо. Хэндуо, нет. Это звезда тиктока, оказывается. Но только из китайского. А, китайского. Китайская аудитория. Слушай, в Китае больше людей, лучше быть звездой китайского тиктока, чем российского. Да. И денег больше. Да. Слушай, София, молодец, давай, в компании желайте удачи. Спасибо. Вот, я думаю, будем видеться, да? Да, спасибо. Все очень-очень приятно. И на Китай отдельную стратегию разработаем. Да, хорошо. Все, давайте, руку пожму. Рада знакомства. Все, давай, молодец. С Елизаветой хотел еще пообщаться. Елизавета, она занимается партнерским каналом, ездит на конференции, выступает среди наших брокеров и онлайн тоже. И, наверное, там пару слов, как вообще легко, нелегко продавать Дубай. На самом деле, когда мы продаем Дубай, мы продаем стиль жизни. Поэтому, в принципе, все любят красиво жить, все любят роскошь. Очень много обратной связи от брокеров. Практически на каждой презентации все спрашивают, а как к вам поехать работать, как к вам устроиться. Ну, мы направляем. То есть, не как квартиру купить клиентам, да? Нет. Нет, это само собой. Ты у нас точно занимаешься партнерским каналом? Нет, нет, нет. Это и чару тебе, Даня, мы сейчас остановимся, это дело. Нет, ну, в любом случае, очень много запросов. Прямо сейчас стараемся раскачивать всю сеть, потому что, ну, на самом деле, интересное направление. Я прям вообще очень этим живу, да, и очень рада то, что... Слушай, тут рынок, конечно, большой. Я вообще посмотрел. Кто-то мне сказал, 42 тысячи сделок в месяц прошло недавно. Нет, с начала года. А? С начала года. А, с начала года, да? Это я, значит, неправильно запомнил. По авгоду, например. 22 тысячи, да, вот? Ну, мы проводили статистику. Сколько? Там прирост большой, ну, порядка 20% с отрасли нашим с прошлым годом, но это вызвано, конечно... Там русские, это все русские нахуй нахуй нахуй. Нет, там даже больше. Там запрос в августе или в сентябре было столько же, сколько сделок, только за прошлый год весь месяц полностью. Ну, ладно. Хорошо. Так, и я еще с Викторией хотел пообщаться, да? Надеюсь, у нас канал будет развиваться-развиваться. Конечно, само собой. Да, именно риэлторский, ну, с клиентами. На самом деле, говорю, заинтересованность очень большая, и даже из таких городов, о которых мы могли даже и не думать, то есть мы транслируем абсолютно на всю сеть, все говорят то, что да, у нас прям интересуются, спрашивают инвесторы, там, ну, прям... Ну, ладно, так, с Викторией еще хотел пообщаться. Так, спасибо. Да, нет. Ты у нас, по-моему, уже такая давно, да, в реал-эстете до нашей компании? Сколько? Или не так давно? Полтора месяца. Ну, нет, это ты новичок. Но я жила в Дубае полтора года. А, полтора года, да. И что, как, как вообще старт произошел? Сложно, нет, было? Я изучала Дубай, с проектами знакомилась, ездила по другим компаниям, изучала сферу риал-эстейт, встречалась с брокерами. То есть я этот рынок изучала, узнала, что есть план застройки до 2040 года Дубая, и решила для себя, что именно недвижимость в Дубае – это самое лучшее, чем сейчас можно заниматься. Тем более, я Дубай люблю. Слушай, вот многие спрашивают, ты как раз как новичок, реально или нет? Вот как у тебя результаты? Расскажи в первое время. Были, нет результатов? Есть? Ну, правда, вот скажи. В первое время, как я только пришла работать, я за неделю сделала три продажи. За первую неделю? В первую неделю, да. Это как так вообще? Ну, так вот. Так, а потом что произошло? Сейчас работаю, и те клиенты, которые у меня купили, они рекомендуют меня дальше. Ну, то есть пошло. Так, а как ты рекламируешь, нет? Как клиентов вообще привлекаешь? Клиенты пришли через соцсети, через рекомендации. Ну, тут что-то это развито вообще все, через соцсети. Дубай, на самом деле, когда узнают, что я занимаюсь недвижимостью в Дубае, то очень много слышат от Дубая о том, что сейчас грамотно инвестировать сюда, о том, что это город будущего. И, соответственно, когда увидели, что я здесь работаю и занимаюсь недвижимостью, а так как репутацию уже в соцсетях есть, соответственно... А сколько подписчиков? Да у меня не так много, как у вас. Вот, нет, а дело-то не как у меня. Мне всегда интересно. Я вот это слушаю, потом спрашиваю, а как у вас там, сколько там подписчиков? Три тысячи. Ну вот, и даже на этом вы уже что-то получаете, да? Да. Ну вот, слушайте, а когда, если 300 будет, я вам сейчас общался с Софией, там я вообще в шоке был, сколько там у них всего-то, это невероятно, она реально популярная эта соцсети. Я так часто не веду соцсети. Вот это и ближе к истине. И тем не менее, как-то три сделки сделали в первом месте. Да потому что у нас сейчас люди... Так, а все спрашивают, а сколько денег получили? Ну, я не буду озвучивать бюджет. Ладно, хорошо. Ну, могу сказать, что в России, ну, наверное, года два нужно было бы. Ну, это нормально. Чтобы заработать, так как заработала за одну неделю. Ну, слушайте, нормально. И это реально. А самое реальное, что инвестировать сейчас в Дубай, в город будущего, это, ну, это правильные инвестиции. Здесь всегда позитивный настрой. Ну, честно, признаюсь, Виктория, я все-таки за Россию. За Россию. Да, я считаю, надо в Россию инвестировать. Но мы как компания международная, конечно, должны везде работать, да. Вот, но что-то, не знаю, у меня такое внутреннее. Все-таки я больше так это... Меня чуть-чуть так раз так дергает, когда это... Говорят, что надо в Дубай, в Дубай инвестировать. И это все нормально, это ваша работа. Ильдар, знаете, есть такая поговорка, что яйца в одну корзину не надо складывать. Вот, пошла продажа, все профессионально принимается. Поэтому Дубай самое лучшее, куда вы можете инвестировать свои денежные средства. Ну, вот, знаете, все-таки все инвесторы рекомендуют, но вот процентов 20, ну, можно в других юрисдикциях, скажем так, да. Это нормально на самом деле. Даже золотовалютные резервы у России не все в рублях хранятся, да. И в наших там заводах и так далее. То есть все-таки там облигации иностранные покупаем. Вот, поэтому, возможно, вы правы, возможно. Тем более, дирхам к доллару на протяжении уже более 30 лет стабилен. И покупая недвижимость в Дубае за доллары. По сути, это надежный способ, согласен. Ладно, Виктория, давайте, вам удачи. Благодарю вас. Знаете, чтобы вы за день зарабатывали сколько два года в России. Да, будем работать в команде. Все, спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Да. Да. Данис, я у вас вопрос. Да. Мы планируем о том, что мы собираемся на русских клиентов, клиентов или клиентов? Или о том, что это наш цель. Как вы можете ответить? Да. Один из наших стратегий это сделать интернешную компанию и работать с интернешными клиентами, интернешными рынками. Да. И я вижу в будущем, что наша компания, наша команда будет интернешной. И первые Филиппинцы пришли к нам на мунице. Да. Это будет наш первый интернешный сотрудник. И я надеюсь, это не последний. Да. Конечно. Да. 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 Хорошо. И я также знаю, что мы планируем на русских рынках. Потому что, София, вы очень хорошо говорите на русских языках. Да. Так что, вы говорите на русских? Я говорю. Я говорю. Нет проблем. Нет проблем. Я учусь на 6 лет. Хорошо. Вы знаете, что у вас много людей из-за страны. Да. Все учебные в страны из-за страны. Многие из-за страны Это лучше говорить английский, потому что из-за страны очень тяжело. Это тяжело значить английский. Иногда люди не понимают английский. Поэтому я отвечаю в английском. очень хорошо. Да. И о том, китайский рынок. Это люди investят в Дубай, из-за Чины. Для каких причин? Да. Вообще, из-за культуры, если мы видим из-за культуры до этого момента, китайские инвесторы очень много инвестируют в квартиры. Это не только в Дубай. если вы видите в Америке или в Европе. Я согласен. Я был в Америке и в Америке все равно. Да. Азианские любят покупки очень хорошо чем Восточные Восточные люди и вы не можете говорить в Чинесе. Поэтому у вас нет компетитов. Но у меня много друзей. я согласен. Спасибо. Лилиана, вы также работаете много времени в реальном здании. Каково ваша мнение о русских клиентах? Они разные от других в мире? Что вы думаете? Я думаю, русские покупки не так тяжелые. они более простые люди в нашей стране они больше чувствуют и эмоциональны. Они покупают с эмоциями. Трассы очень важны русские говорим. Например, они гриды или нет? Что они гриды? Я думаю, что они спешат деньги. не гриды или нет? Они не гриды они не гриды они считают что русские люди спешат и они много внимания к детям русских покупок не вероятно 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 Они не греют, но они проверяют все, что люди покупают реально лукшери real estate, не pay attention to details. Они не волнуются об этом. Они не волнуются об этом. Они не волнуются об этом контакте. Они не волнуются об этом. Но те, кто покупает около $100,000 до $120,000 до $130,000, они проверяют даже размеры в углу. Да, это правильно. И все контракты проверяют. Я могу сказать, что даже в России ситуация примерно такая же. Когда люди покупают реально лукшери real estate, они делают это легко. Они даже иногда говорят, что делаешь это самостоятельно. Это нормально. Это не потому, что на уровне денег они investят. Это просто о себе. Они верят за себя. Да, они верят за себя. Да, они верят за себя. Они верят за себя. Да, верят за себя. Это их destiny, чтобы верят за себя. И я думаю, что они уверены, что они будут решать их вопрос. Даже если это немного высокий или менее высокий, они будут решать их вопрос. Но если, например, кто покупает это в цене, 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 в цене. Я понимаю. Спасибо большое, что вы верите в нашу компанию. И вместе мы должны разработать наш бизнес здесь, чтобы становиться одной из лучших компаний в Дубае. Я думаю, что это возможно. Я надеюсь, что это будет. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Нет, я надеюсь. В 3 года мы будем проверить. Да. В 5 лет, конечно. В 5 лет, конечно. В 5 лет, конечно. В 5 лет. В 5 лет. В 5 лет. В 5 лет, конечно. В 5 лет. В 5 лет. В 5 лет. Мы будем делать это в небольшой времени. Да. В 5 лет. Мы будем делать это в небольшой времени. В 3 лет. В 3 лет. В 3 лет. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok